Сначала учишься кормить партнёра, потом детей. Абсолютно все были голые. Полностью. Не в трусах, а голые. Мне болят руки, меня болеет попа, мне болит поясница, мне болят ноги. И смотрю, там он карты достал, говорю, давай в карты поиграем. Он такой, нет, я буду один играть. И реально сидел один, играл в карты. Сексуальность – это не интимность. Сейчас у него эрект, это значит, что он хочет заниматься сексом. С проникновением пальцев внутрь. Перед тобой голые люди почти сексом занимаются. Ты сидишь в боксах и живёшь. Ты готов? Руки готовы. Кручивать начинают перед оргазмом. А я думала, это нормально или это получается застой энергии. Все кайфуют, кончают, а ты же не живешь. Перед тем, как проникать в женщину, хочется жить, хочется кайфовать, наслаждаться, продолжать делать. Вопрос такой, в чём же такая основная оккульпинная разница между тантрическим сексом и обычным сексом. Для меня это был какой-то новый уровень. Мы хотели заняться сексом рядом с какой-то парной. Всем привет, ребятки. С вами Алиса и Андрей, которые направляются сейчас на тантрический парный ретрит. Хотим про это сейчас снять влог, рассказать, что там будет происходить, какие трансформации мы пройдём. Ретрит будет длиться 4 дня, с 14 июля по 17 июля. И что там будет происходить, я вообще не знаю, потому что я в первый раз иду. Алиса уже была на одном ретрите одна и примерно понимает, что там будет происходить. Да, мы идём к очень мощному мастеру, его зовут Сатьярти. Он сам из Индии. Они вместе с Сатьей проводят вместе ретрит. То есть он говорит на английском, а она переводит на русский. Я на самом деле в предвкушении не знаю, что нас будет ждать, хотя я была на женском тантрическом ретрите у Сатьярти. Там, кстати, как раз-таки я поняла, что начала сомневаться, а люблю ли я Андрея. То есть у меня тогда такие сильные трансформации прошли. Тантра для меня это про честность с собой, про безусловную любовь, про связь с телом, любовь ко всему миру, женское и мужское. Мне мама сказала, что энергия кундалини на тантре вообще она же самая мощная. То есть поэтому тантра это считается очень мощная духовная практика. И мы сейчас на неё идём. А у тебя какие эмоции? У меня страшно. Да? Почему? Ну пока не знаю, что будет происходить. Посмотрим. Ну мне просто интересно, что будет. Ничего не жду, просто что будет. Думаю, это практика и вообще вся эта тантра 4 дня, она сильно изменит меня внутри. Наверное, я этого сейчас и боюсь. Кстати, на танку решили пойти, чтобы выйти на новый уровень в отношениях, в близости, с друг другом, в глубине, в такой духовной связи. Алиса, ты у меня очень красивая. Я вот прям смотрю и очень сильно умиляюсь с тобой. Как можно быть такой милой и красивой? Милой и красивой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДКон erre Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok А вот ст list Субтитры создавал DimaTorzok нужно покупать машину сейчас я не отправляюсь ни в какие путешествия может быть я не был готов даже для этого и вот этот мальчишка который даже не был готов стать отцом но он прикладывает все свое намерение, усилия, чтобы стать отцом и этот мужчина делает лучшее, что он может, что он знает, чтобы дать любви своему ребенку но мы чувствуем ли мы действительно благодарность им? я вам покажу вам, как мы воспринимаем друг друга и как мы встали в любовь из этих последних 4-5 лет и мы живем 24х7 вместе в одной комнате я делюсь с вами то, как мы живем, то, как мы идем в эту глубину и расширение вместе и уже за последние 4-5 лет и мы живем 24 часа в сутки вместе в одной комнате один из очень важных ингредиентов это чувствовать благодарность тогда вы даете это понимание, осознание своему партнеру, что он для вас ценность и начинает уважать любовь и начать ощущение любви и начать воспринимать любовь Это время, чтобы прекратить мусор и выкидывать его друг на друга. Нет, это я не могу делать. Мне нужно убить тебя, мальчик, что ты сделал. И потом мы говорим такие ужасные вещи друг к другу, что мы даже не хотели сказать. Просто из-за эмоций, что я не знаю, как выкидывать. Ты так, ты так, ты так, ты, ты, ты и ты. Я самая невероятная. Я самая невероятная. Я преимуществитель, скромный. Я большая Бога, который живет на планете. Я самая невероятная. Это все, ты. посмотри на себя вообще какой ты несумасшедший ты разрушаешь мою жизнь ты даже разрушаешь нашу жизнь но я никаких проблем со мной я всегда прав я всегда люблю тебя я всегда заботюсь о тебе но это у тебя нет времени на меня этого у тебя нет ты даже не интересовался в этом воркшопе это все я я уложил энергию и заполнил форму оплатил это мне интересно а ты совсем не показываешь свой интерес посмотри, какой я великолепный и хороший я посвятил свою жизнь любви я посвятил свою жизнь тебе я точно должен быть просветленным и уважаемым всем миром ты точно самый ужасный человек это все наша борьба то есть вот такое сражение и каждый сражается вот таким способом потому что это не ты это эго так сражается эго это значит, что я всегда прав что эго читает говорит нет никаких проблем во мне а выводит также есть великолепное духовное эго еще более опасное отлично в нормальном мире человек может увидеть, что у меня есть какие-то проблемы я уже прошел все воркшопы по йоге, по кундалини, по тантре я точно уже достиг своего совершенства это тебе нужно работать я heal my ancestor traumas, childhood traumas my chakras are now working properly, no blockage I'm sexually awakened I go to the all-women's workshop and I'm really sexually awakened now I'm the goddess, just understand very clearly but you are not even human change the dialogue вам нужно сразу же изменить диалог то, как вы себя выражаете начните сразу с прощения пожалуйста, прости меня yes, I see that my ego is hurt да, я вижу, мое эго ранено can you please listen me, take care of me может выслушать меня и помочь мне я знаю, что те трудности, сложности, эмоции которые мы встречаемся, это из-за меня потому что это я маленький ребенок, который хочет постоянно внимания, каждую секунду и я это знаю и у меня есть какие-то проблемы но я чувствую сейчас боль, переживание не из-за тебя, из-за себя самого могу ли я тебя попросить о помощи может ли я сейчас позаботиться обо мне может ли я сейчас позаботиться обо мне я действительно чувствую огромное благодарность за твою любовь я очень благодарен тебе за тебя, что ты помогаешь мне увидеть, что еще что-то внутри у меня есть я знаю, что ты прав, я знаю, что ты любишь меня знаешь, что заботишься обо мне и я поработаю над собой еще больше пожалуйста, прости меня это единственный способ двигаться и это будет очень сложно потому что ум всегда будет говорить нет, нет, в этот раз точно именно я прав она точно в этот раз не права вот он точно что-то сделал неправильно я не буду первое говорить прости меня, пожалуйста и все, тогда вы все разрушаете не важно, кто совершил ошибку но когда что-то произошло, и вы чувствуете эту тяжесть вы наслаждаетесь этой тяжестью? кого вообще заботит, кто совершил ошибку? я не хочу быть эгоистичным хотя бы с этим человеком я не хочу быть эгоистичным я готов отбросить мое эго и это реальная истинная медитация для пара кто скажет, прости меня, пожалуйста это очень простая медитация если вы действительно хотите поработать над вашим союзом, отношениями никогда не убегайте из сложной ситуации вам действительно нужно вместе проживать и начните сказать, что сначала, что-то, что-то первыми просить прощения сейчас мы вышли с первой практики но мы ее не снимали, потому что все были голые мы до конца не раздевались, были в трусах но кто-то все-таки раздевался, стоял голышом супер необычная практика, но в тот же момент она супер и очевидная она простая, но я впервые знаю, что заметила на твоем теле шрам здесь, откуда он у тебя здесь стекло, по-моему, повезло прикиньте, то есть я даже ни разу за три года надо объяснить суть практики суть практики, это 4 или 5 элементов задействуем все наши органы чувств зрения, то есть осматриваем полностью партнера нюх, обнюхиваем всего вкус, облизываем, целуем друг друга слух, шепчем на ухо, там что-то приятное и трогаем в конце да, и вот я реально впервые так себя близко рассматривала и увидела все твои родинки то есть где они находятся да, и задача осмотреть партнера от макушечки и до пяток прям полностью, все эти упражнения сделать то есть облизаться от головы до ног осмотреть с головы до ног обнюхать всего полностью и это прикольно, это как-то реально на новый уровень выводит взаимоотношения, связь между друг другом ты когда делаешь эту практику, ты прям обожествляешь своего партнера что он такой великолепный, такой классный, красивый шепчешь прекрасные слова на ухо, комплименты говоришь очень приятно себя чувствуешь чувствуешь прям любовь я еще, кстати, знаешь, чего удивилась? у тебя ладошки покрылись такими, как пятна вот сейчас видно, но там это энергия тоже да, прям у тебя прям такими пятнами все красное я такая я реально, ну вот сколько мы, почти 3,5 года вместе ни разу не видела твой шрам ни разу не видела твои руки вот казалось бы, да, сколько лет живем а ты не рассматриваешь так сильно партнера ты видела, ну просто не присматриваешь да, ну не присматриваешься, не придаешь значения ну как бы не ценишь это, не видишь а тут так оп, и такой вау открытие а вот этот шрам видела? да, этот, конечно этот я знаю, я видела дали интересную практику сказали, когда пойдете кушать кормить друг друга то есть мы не должны сами есть своими руками нужно будет кормить партнера ну что, рассказали сейчас пельмешками со сметанушками я буду кормить и курить, ну супчик я в деревне построил шалаш себе двухэтажный первый этаж был моей сестры второй этаж был мой и это была как колодовая у меня, короче я туда и блоки сигарет скидал там все там прятал и мы там компаниями друзей собирались общались, курили алкоголь алкоголь, да я его построил, мне 12 лет было, когда я его построил мне дедушка помог тоже ее достроить и я туда и пива спрятал что только я туда не прятал там был замок сюда, ключ был у меня то есть там моя колодовая была в деревне и мы постоянно собирались компаниями могли по 5-10 человек прикинь, собираться набиваться в этот шалаш друг на друге сидели болтали, играли в карты курили то есть прикинь, 5 человек даже сидят, курят там 6 человек, 7 могло сидеть и все курили а кошки у меня были вот такие вот такие окна и в потолке была типа выход на чердак у меня на само дерево типа выход и мы всегда это вытяжку открывали окна открывали все равно мы сидели полностью в дыму мы этим дышали, мы это втягивали и сейчас, когда я не курю вот мы просто, почему дева такая зашла мы сидим рядом с нами была компания людей курит здесь в куриках можно курить я сижу и просто мы хоть и относительно не близко сидим но все равно дым летит, мы это чувствуем это очень неприятно я просто представляю, какой это сильнейший дяд для организма вот этот вот никотин, дым, смолы оно все в легких оседает, альвеолы заполняет потом у тебя там это все густеет, короче остается это отвратительно ужасно Андрей, сколько курил получается? Александр забывал 7 лет? ну я курил 5 лет, но с перебоями я бывал там на месяц бросил когда-то я на год бросил курить чтобы вы понимали, я вообще не пробовала курить то есть я пробовала только кальян один раз и то там прокнулась и решила больше не пробовать я вообще не понимаю, как это, но я просто чувствую и никогда не хотела ну это очень, но я сейчас, когда бросил, я не счастлив, что я бросил просто сейчас дышать этим партием а прикинь, когда ты вдыхаешь целую сигарету а я курил по 2 пачки сигарет бывало и очень тяжелые, я курил ЛН красный по 2 пачки в день мог выкуривать бывало ночи, я посреди ночи вставал, бежал 2 сигареты выкуривал, чтобы утолить эту жажду негатив ну потом ты говорил, что кашлял я кашлял, да, я помню, даже кровь бывало тоже ну я чувствовал, как я кашлям этим, раздираю свою глотку и уже так больно кашля становится что хочется, знаешь, сдержать эту кашлю напишите, что-то неприятно интересно, а смогу тут еще бы курить? пусть напишет в комментариях да, напишите в комментариях, курите вы или нет ну если курите, бросайте в срочнейшем порядке нам принесли уже супчик, точнее мне супчик принесли Алиса берет сейчас ложечку и начинает мне корать ее не ем здесь, кажется ну слушай, а с твоих рук вкусно нет? да? люди, наверное, если увидят, придут в шоке, что мы с друг другом кормим слушай, реально с рук твоих вкусно нет ты что надо? горячо, я просто мало а, там горячо тебе не горячо? горячо и бульончиком дробить кормить друг другу это, конечно, искусство, этому надо учиться сначала учишься кормить партнера, потом детей ну сюда ой, капец вареник развалился просто вообще с меслами, как такое еще? я не чувствую рта Алиса, поэтому я не могу нормально покормить ты зачерпывай сметану, чего ты просто макаешь, вот слушай, я же только не могу сметану есть а я могу вот поэтому я удивляюсь у меня такое состояние интересное, немножко отлетевшее такое, как будто не понимаю, где, что происходит я чувствую, что тело, как будто вот, особенно живот болит, то есть что-то происходит с телом именно, какая-то как будто интеграция реально нового опыта в тело происходит сил немного, но, то есть не хочется прям что-то бегать делать, то есть такое хочется ааа, сидеть отдыхать ну все, мы пообедали и теперь направляемся опять в тот же зал на вторую часть наших практик и нашего первого дня а еще, прикиньте, целых три будет у нас в будущем я не представляю, что там будет как твой опыт? это было необычно я впервые узнала, что, например, он ест пельмени с большим количеством сметаны а я как бы не ем так много сметаны и мне было непривычно он ест, например, не горячую, а теплую долго уже сложно делать, потому что, ну, непривычно так же он, когда кормил там вареники с капустой, они все разваливались все такое ааа, начинал беситься я не знаю, как найти подход какой угол у ложки должен быть, чтобы я была транспортно неудобно, не чувствуешь друг друга на 100% поэтому приходится подстраиваться Но если так в течение месяца есть, то я думаю, мы будем в идеале просто контролировать свои руки и рты. Итак, первый день тантрического ретрита подошел к концу. Мы сейчас возвращаемся к нам в номер, в отель. Было это необычно. Сейчас сделали какие-то странные упражнения, которые многие бы восприняли неадекватными. Мало того, мы их сделали полностью обнаженными. Все абсолютно. Так, мы правильно будем? Да, да, да. Абсолютно все были голые. Полностью. Не в трусах, а голые. Открывали кундалини энергию, тряслись, танцевали. Каждое упражнение делали по 10 минут. В общей сложности получилось 60 минут. То есть мы целый час делали разные упражнения. Потом мы лежали, отдыхали. Медитировали. Вообще это часовая медитация. Комплекс таких практик тантрических. Необычное состояние. Непонятно, честно говоря, лично у меня. Я не понимаю, что у меня происходит. Да, я тоже это чувствовала, да. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. У нас еще впереди три дня. Да, сейчас нам сказали максимально быть на единстве с другом, отдыхать. И завтра мы рано будем, к 7-15 утра аж приедем. Вот, так что... 6 утра стоит. Ой, офигеть. До завтра. До завтра. Вот у нас и второй день нашего тантрического ретрита. И сейчас мы идем на него. 7 утра. Это... Нам сказали прийти на медитацию. Ну сначала медитация, потом завтрак, а потом уже сами практики. И мне было очень тяжело вставать. Я вообще терпеть не могу вставать в будильник. И сегодня встала в 6-30 утра. Просто... Как-то стало нам тяжело на Бали вставать рано утром. Ну да. Раньше, помнишь, мы в 6-30-7 вставали, а сейчас как-то позднее. Ну да. Я заметила, что вот именно в Убуде мы поздно ложимся и встаем там в часов типа в 8-9. А когда мы жили на севере, мы вообще вставали. Но я лично в 5-40 утра без будильника. Как интересно как это случилось. Ну да. То есть как будто бы время как-то по другому идет. Может быть просто в новых местах так. Ну когда на Бали приехали, типа новое место для вас было? Ну да, я тоже встала рано. И рано встаешь. Он всегда в двух местах. Угу. Возможно так. Итак, мы опаздываем с Алисой на 7 минут уже. И сказал, когда мы приехали, что будет забавно, если мы единственные, кто опоздает. Эндрюэли всегда за полчаса раньше приходили на все. А тут опаздывают. Угу. Неизвестно. Ну мне кажется третье всё равно вот там кто-то вредный овать. Ну кто-то там орёт, наверно. Ну кто-то там орёт, наверное, а слышу, мы там вообще откроем. В нашем теле жизненная энергия, ЧИ, прана Это постоянно двигается вверх-вниз по нашему телу Если вы проверяете анатомию тела, даже в спине, вокруг спины, вокруг спины, то есть много нервов. И что случилось, когда мы чувствуем низкую кровь, когда мы чувствуем чуть-чуть боли, шоколадные боли, потому что эти нервы, которые принимают кровь, они получают отверстия кровь. Что происходит, когда мы чувствуем боли в спине? Получается, что эти нервы, которые угоняют кровь, были, например, придавлены каким-то мускулом, какой-то мышцей, и перенапряжение случилось, и начало давать давление, и это приносит боль. Поэтому так важно, чтобы была здоровая нервная система, чтобы чувствовать это здоровье, силу в теле, также иммунная система. Также у нас есть энергетическая система энергетических путей, которая называется НАДИ, и которая как раз таки гоняет эту энергию вверх-вниз по нашему телу. Огромное количество тысяч этих энергетических путей по всему нашему телу, и когда они пересекаются в тех точках, они образуют такую воронку энергии. Вот эти как раз таки точки пересечения энергетических путей, которые создают эту энергетическую воронку, Мы имеем 112 энергетических центров, которые мы называем чакрами. Из этих 112, 7 основных больших чакр. Первая чакра Малатхая расположена точка промежности. Это называется корневым центром, сексуальным центром. Очень красивый перевод с санскрита слова анахата. Прямое значение с санскрита это значит тот, кого нельзя ранить. Поэтому всегда помните, когда вы чувствуете боль, ранение в отношениях, в любви. Это не сердце. Сердце нельзя ранить. Это всегда ранится эго. Когда в этой любви много условий, ожиданий, надежд, тогда вы выстраиваете огромную толстую стену между друг другом. И жизнь очень волшебная. Жизнь хочет, чтобы вы разрушили эту стену. Чтобы вы отбросили эго. Жизнь хочет, чтобы вы выбрали любовь. Потому что любовь – это самый высший и большой рост, который может только случиться. Поэтому жизнь обязательно создает такие условия, чтобы все ваши надежды и ожидания разломались, разрушились. Ваши ожидания обязательно должны сломаться и упасть. Поэтому это экзамен жизни для каждой пары. В тот момент, когда ваше эго сломано, ранено. Ваши надежды и ожидания друг от друга разрушены. Ваши ожидания полностью разрушены. Теперь что остается? Теперь вы готовы. И в этот момент, если вы сможете выбрать любовь, вы вырастете выше. Если вы выберете эго и разрушены с партнером, то вы – это самый ужасный человек. Тот же маленький маленький мальчик. И я вам обещаю, что скоро вы получите новый партнера. Он точно такой же партнер как ваш претенд. И снова ситуация приходит. Потом вы снова кричите, что я не знаю, что у меня проблемы. Почему я всегда выбираю те же самые непонятные люди? Почему я выбираю те же самые женщины? Те же самые ситуации. Потому что вы должны выбрать любовь, мои дорогие. Жизнь снова и снова будет давать одну и ту же ситуацию. Просто лица и тела будут меняться. Вы не сможете привлечь другого партнера, если вы сами не изменились. То есть я могу разрушить и совершить одни отношения, но я опять все равно осталась на том же уровне, где я и был. То есть любая работа, которую вы не завершили или не сделали в предыдущих отношениях, она перенесется на ваши следующие отношения. Поэтому любовь это такой путь к просветлению, пробуждению. Потому что именно с партнером вы очень ясно можете подсветить все моменты, где нужно поработать. В седьмой центр там нет разделенности, там нет дуальности, там нет мужского и женского. Это ваша истинная природа Будды, где сливается все в единое целое. И если вы вместе активируете гармонично все свои центры и как раз таки достигнете этого пробуждения, просветления, полного освобождения, то вы вместе сольетесь в этом центре. Как работает чакровая система с полярностями, с противоположностями мужского и женского, то вы можете помочь себе в этом росте и помочь активировать себе эти центры. Мы имеем очень мощную медитацию, которая поможет вам чувствовать вашу энергию в каждом центре. Чтобы активировать вашу чакровую систему. И чтобы наслаждаться этой игрой Шива Шакти, этой женской и женской вместе. Мы двигаемся как разными нахватками и перемышляем. Мы двигаем невозн climbed и ханы сметываемся с conseillers и двигаемся от WhatsApp. Когда вы будете слышать музыку, вы будете менять фокус и дышать через следующие чакры, но при этом глаза остаются открытыми и вы смотрите все это время друг в другую глаза. В первую очередь, если вы видите, мы не делали никаких паузов, поэтому дышать продолжение. И очень важно здесь, когда вы будете выдыхать, не выдыхайте в ухо своему парню. Мужчина здесь будет лидировать в процессе, вести процесс, поэтому мужчина одной рукой положите на крестец, а второй на сердце. Вчера у меня прям устали руки, ну когда мы вот так вот делали, и устают очень сильно вот эти вот мышцы. Ну когда я стою, то есть есть ли какое-то, ну может либо другое движение, либо ну как вот так, чтобы не сильно уставать? Нет, это значит, что это место, где вы должны работать, это просто. А еще вопрос про руки, то есть они должны двигаться, типа, как бы, ну как на отдавание или, ну то есть как... Держание рук, оно просто вспомогательное, чтобы держать фокус на той чакре, из которой мы дышим. То есть это ты смотри, как у тебя будет движение, раскрывая тело и дыхание больше. А тазом очень важно двигать, потому что туда энергия будет больше ходить по телу. Закройте ваши глаза. Закройте ваши глаза. Закройте ваши глаза. Полное отпускание, расслабление тела. И теперь вы можете просто обнять друг друга с огромной благодарностью за этот глубокий опыт, когда вы совместно прошли. Мы сейчас целый час, даже больше, делали одну интересную практику. Медитацию. Практика медитации, я не знаю, как называется. Честно говоря, физически прям тяжело. Это просто шок. Мне кажется, мне болят руки, мне болит попа, мне болит поясница, мне болят ноги. Просто мне кажется, это самая моя такая сложная физическая нагрузка. Что мы делали? Мы продыхивали, прокачивали чакры наши. Все семь чака снизу вверх. Наполняли их энергией. Наполняли их энергией, да. И делали это в паре. То есть можно это делать как в одиночку, так в паре. Да, и на самом деле у меня как вчера, так и сегодня шли мурашки в некоторых моментах. То есть я ощущала эту энергию, и прям это очень необычно у тебя. Есть жар, есть энергия, чувствую, как все разгоняется по телу. Сейчас мы пойдем, короче, кормить друг друга. Будем кормить друг друга. Будем продолжать эту практику. Это очень глубокая практика на чувствование друг друга, на глубину, на то, чтобы делать не для себя, то есть кормить не себя, а именно делать для другого. То есть дарить любовь другому. Прикол весь этой практики в том, что это непривычно. И будешь беситься, не получается покормить правильно. В рот не можешь попасть нормально. Почему я вообще должен кормить? Да, лучше самому покормить. Ну, очень много наблюдений будет, и это очень круто. Поднимается весь эгоизм. И вообще суть всего этого тантрического электрита, всех этих практик, это распознавать эго и убирать его из своей жизни. Все делать из любви. То есть мы выращиваем внутри любовь, убираем эгоизм. Алиса купила какое-то масло особенное, чтобы не было жора. Там очень большая концентрация корица. Надо одну капельку тебя капнуть. Куда? А, язык. Слушай, а приятно. А? Такой концентрат очень сильный. Да. Поэтому можно только три раза в день. Сегодня ночью, после первого дня, у меня поднялось эго очень сильно. Я прям это почувствовал. И я вообще не захотел контактировать с Алисой. Да, я это почувствовала и предложила ему в ванну сходить. Он такой, нет, не хочу. И смотрю, там он карты достал. Говорит, давай в карты поиграем. Он такой, нет, я буду один играть. И реально сидел один играл в карты. Потом начал какие-то видео смотреть один. Я не знаю уже, с чем это было связано, но я вообще такой ушел в себя. Алиса? Да? Ты меня помнишь? Я тебя помню откуда-то. Мы хотели пить кофе в Москве из блогерских посетителей. Да ладно, прикольно. Там нормально все и там. Блин. Давай полупчеем. Полупчеем? Как ты? Что тебе не хватает? Скорости. Скорости? Ты быстро так ешь? Да не надо, нет. Я имею в виду не скорости, а закидывание в рот. Пивку в рот засунул, вытащил сразу. Ну то есть, оп, быстро так, оп, оп. Я же не ем вот так вот. Ну да, согласна, согласна. Да, да. Что? Сделаю как надо. Умешка. Сделаю все, что получается. Да? Угу. Теперь я кормлю Алису. Тебе целиком в рот там пласят? Сделаю. Опа. Кушай. Моя хорошая. Давай, червячка, запечь. Нет? Нет, всегда без этого пить. Так уж же медленно добьело. Да, я не зараблюсь. Мне кажется. Эти. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok для того чтобы она ни о чем не думала была полностью расслабленно но только после этого уже делает динкוח Karena-Субтитры делал DimaTorzok Да, и благодаря этому тренингу Андрей впервые доставил мне оргазм Это так похоже Ты понимаешь , как сейчас подобная Да У нас заблокировали блог и не много подписчиков И мы идем на новые тренинги только сейчас на более глубоком уровне духовном там таком прям, ну, вообще, блин, это реально необычно. У нас какой-то цикл как будто бы завершился, сейчас у нас отношения, и вообще все по-новому начинается, с новой силы, с новым масштабом каким-то, с новой глубиной. Да, это точно, вообще очень похоже на самом деле. Вот, и сейчас мы едем в отель, нам дали перерыв, чтобы мы помылись, почистили зубы, подстригли ногти. Нам наставники сейчас показывали глышом, они разделись и сами друг друга массировали, ну, мужчина-женщина массировал, делал ее не массаж. Теперь очередь студентов, нас, учеников. Сейчас все ребята, кто быдал с нами, они сейчас разъезжаются по отелям, моются, подстригают ногти, все делают, что необходимо. Мы приезжаем, все раздеваемся и начинаем делать эту практику. Было еще так забавно, я наблюдала за мужчинами, они так внимательно смотрели, так записывали, типа реально студенты такие. Перед тобой голые люди, почти сексом занимаются, сидишь с блокнотом, все это записываешь. Со стороны смотрится забавно. Но когда там находишься, то все серьезно. Все наглядно, все понятно. Все понятно и круто, когда есть такие наставники, которые не стесняются взять и все показать. Респект. Респект. Люблю сатьярти и сатью. Ха-ха-ха. Мы с Андреем пришли играть в карту, но сейчас перерыв. Мы сейчас набираем ванну, искупнемся, чуть отдохнем, поиграем в карту, наполнимся и поедем обратно практиковаться, делать юни-массаж. Сегодня я, Алис, делаю юни-массаж, а завтра она мне другой. Линго-массаж. Линго-массаж будет делать. Поэтому сегодня для женщин, а завтра для мужчин. Русские яйца, это как куриные яйца, как только ты начинаешь. Соприкасать их с горячей водой, то белок начинает густеть. И так же с мужскими яйцами. В теплой воде, с термотозоидами, все подыхают. И они начинают густеть. Ну, не знаю, может они не начнут густеть, но они, короче, подыхают. И все. И можно есть яичницу. Ты смотрел, научное обоснование какое-то? Можно загуглить. Теплая вода для мужских яиц. Гуглите. Тут даже не теплая, а горячая. Горячая вода, да. На него не очень полезно. Поэтому мужчина только в втором. Там вообще мужская энергия поднимется. Сперматозоиды забегают. А что, у тебя там сок? Это красное вино. Ладно, это фланг-то. Похожу на вино реально. Очень не сексуально. Да? А если так? Ладно, давай нормально. Пусти не в комментариях напишет. Было ли это сексуально? Конечно было. Я даже читать комментарии не буду. Как это может быть не сексуально? Просто это будет не сексуально для тех, кто меня не очень любит. А кто меня любит, тут уже возбудился ко мне. Даже парни. Парни, пишите в комментариях, возбудились? Я знаю, что да, поэтому можете не врать. Это волшебство. Блин, так пар прям идет вообще с маслом. Да, очень красивая. Ничего красивого, ты как будто в тумане. Мне нравится. Она так выглядит загадочно, как романтично. Возвращаемся после отдыха. Наполненные, отдохнувшие, готовые к ее не массажу. Ну, Алиса, так тем более. Она сейчас будет отдыхать, расслабляться, кайфовать. А я буду работать сейчас целый час. Буду прям заниматься ее телом. Слушай, ну я не скажу, что там я прям расслаблена, расслаблена. Я там на тебе буду сидеть и все такое. Ну, твоя задача полностью расслабиться, не напрягаться. Итак, мы уже готовы к массажу. У нас вот такой баттер массажный. Он очень, блин, не знаю, не могу показать. Короче, это очень мощное мое, я знаю, хочу сказать, кимоно. Это саронг очень мощный. Он побывал на церемонии очищения очень мощной. И на тантре. На женской, чеснокарной. Две маски, носочки, если вдруг не замерзну. И у Андрея тут куча записей, как делать массаж. Ты готов? Руки готовы. Этот массажный баттер пахнет конфетой. Вот прям есть такая конфета. На, попробуй. Ты ел такую конфету? Нет, это не Барбарис, это... Барбариской пахнет. Барбарис? Да. Написано лемонграсс. Короче, я понял, что это за конфета. По-любому вы пробовали. Желто-зеленая такая, лимонная. В комментариях, как она называет? Она ее еще ешь, раскусываешь, а оттуда лимонный сок такой выходит. Когда я иду в йони массаж, не нужно никаких сложных техник. Очень простые движения. Очень важно использовать много масла и сделать такие плавные перекрестные движения через всю йони. Если вдруг вы почувствовали, что женское тело не расслаблено, то есть вы можете помассажировать по часовой стрелке из живота, чтобы расслабить животик. У женщин есть такая плитная привычка, что когда вот, может быть, вот это возбуждение поднимается, поднимается, и когда перед, чтобы прям взять это наслаждение, вместо того, чтобы расслабиться, наоборот, сжаться. И потом такой выброс, сброс этого напряжения происходит. То есть это не полезно. Истинный арказм – это расслабление, глубинное расслабление. Поэтому не нужно вот в эту идти привычку, когда такое напряжение нарастающее. Наоборот, расслаблять животик, расслаблять бедра, расслаблять йони. То есть вы снова можете для расслабления сделать по часовой стрелке на низ живота движение, чтобы расслабить животик женщины, и потом снова сделать эти прикрестные движения промасливающие по паховым складками и по йони. У меня бывает такое, что прям даже, ну, как скрючивать начинает перед оргазмом. Я думала, это нормально, или это получается застой энергии, и мне нужно что-то, ну, как-то, наоборот, расслаблять осознанное тело. Как лучше? It's not normal, it's just a habit. You need to understand, that's why you don't experience the real orgasm. It's just when you shrink the body. And that is actually happened from clitoris. Real orgasm happens inside of yoni. Вышли мы сейчас с йони массажа, сделали йони массаж, все опять были голые, как обычно, как здесь заведено, естественно. У меня необычное впечатление, потому что мне не получилось полностью расслабиться. Я хотела очень сильно в туалет, мне очень сильно хотелось пить, мне очень сильно хотело есть. И это все меня очень отвлекало, плюс я чувствовала, что, ну, не получается у меня расслабиться, не получается возбудиться. Как будто бы я еще начала потом отвлекаться на женщин. Я это тоже почувствовала. Да, и я потом, короче, начала еще думать, у меня разболелась голова, потому что начала думать о том, что, блин, там, вот, Андрей, наверное, расстроится, обидится, типа, еще что-то. А потом я подумала, что ты меня же так любишь, ты не будешь на меня обижаться. И расплакалась. И поняла, что я его так сильно люблю. Я начала плакать. А, ну, я там еще смеялась много тоже. Мне вот прям, когда он грудь трогал, мне прям было смешно, щекотно. А когда у девушки такие зажимы происходят, смешки, когда трогаешь грудь, бесполезно идти дальше. Пока от прикосновения до груди вот такие вот реакции, бесполезно идти дальше, куда-то с проникновением. Это бессмысленно. Сначала должна девушка привыкнуть к тому, что грудь, когда ее трогаешь, нет зажимов. Когда я прям расслабленная и раскрепощена, мне прям, я завожусь, да, мне приятно, мне хочется, чтобы он больше страдает. То есть девушка уже сама телом, она извивается и показывает, что нужно двигаться дальше. А когда идут зажимы какие-то, вот такие вот дергания, то, значит, не расслабленная. Значит, нужно дальше продолжать гладить. Ну, я так и делал, и все, весь час я тебя просто гладил. Ну, а в конце я тоже расплакалась уже второй раз, потому что я поняла, что я так тебе благодарна, ты меня так любишь, ты меня принимаешь, я так хочу, чтобы у тебя все было хорошо, и ты был счастлив. Я счастлив. О чем ты думал? О чем ты думал? Я просто тебя любил, и все. Не будет сейчас ничего, да, там, не буду я в тебя пальцы засовывать сейчас, мне ничего страшного, потом засуну. Потом засуну. Ну, я тоже думала, типа, ничего страшного, это все равно. Ну, мне не привыкать, что не все с первого раза получается. Первый твой оргазм тоже не сразу получился. Да? Ну, первые сексы у нас были без твоего оргазма. А, ну, это да. Первые мои прикосновения к тебе тоже были без оргазмов. Ну, когда я там лазил. Это после тренинга так получилось. Ну, да. Вот сейчас мы повторяем судьбу. Да. Только сейчас это гораздо глубже. Да, и вот такое, наверное, рекомендация, совет, никогда не расстраивайтесь, если вдруг не получается. Многие парни пробуют, чтобы там оргазм получился, многие девушки пытаются расслабиться, там, и так далее. Ничего не получается, не страшно. Здесь, особенно девушкам, не нужно думать о том, что надо расслабиться. Просто кайфуйте, получайте наслаждение, удовольствие, вообще ни о чем не думайте. Пусть будет так, как будет. Не получится расслабиться, да ничего страшного. Попробуйте еще раз. Второй раз не получится, третий попробуйте. Просто не останавливайтесь, делайте. Регулярные действия всегда приведут к результату. Невозможно делать и не получить результат. Рано или поздно все получится. Я вот понимаю, да, не получилось, например, с первого раза, но зато поплакала, испытала любовь, благодарность Андрею. Осознала, как я люблю. А могли бы, знаешь, что сделать? А могли бы расстроиться. Я бы мог на тебя наехать, типа, вон там все стонут, все кайфуют, кончают. А ты, блин, лежишь, ты ревешь и не знаешь мне вообще, что делать еще. Да, мы могли бы поссориться. Расслабиться, блин, не может. Мы могли бы так вот поступить и наехать друг на друга и разосраться. Это бы только нас отдалило еще сильнее. И мы бы не прошли все наши уроки, которые вот нам жизнь показывает проходить. В этом и заключается, безусловно, любовь. Когда тебе не нужно ждать от нее каких-то стонов и разрешения проникнуть в нее. И оргазмов. И оргазмов каких-то. Просто ты любишь ее. Ты получаешь удовольствие просто от того, что она есть. Просто от того, что ты ее трогаешь. И все. Этого достаточно. Второй день от антрического репетита. У нас еще два дня впереди. Завтра будет линго-массаж. Но Алиса только на него посмотрит. Делать мне его не будет, потому что у нее обучение другое. Да, мне нужно будет проводить на одном курсе проводник души вебинар. А, вебинар. Вот как раз в блогерстве, в соцсетях. Проявление себя как мастера. К сожалению, это было заранее уже запланировано. Да, и никак не перевести. Поздно появился. А сейчас мы ужинать идем, да? Ты меня будешь кормить? Хочешь, чтобы я тебя покормил? Ну, не знаю. Могу покормить. Что такие красные руки? А у меня какие-то желтые. У меня они кровью налились. А у меня что? А у тебя мочок. Спасибо. Андрей не любит, когда я делаю вот так вот. И когда я это делаю, он такой говорит, что ты сказал? Я говорю, не делай так, иначе с ноги по лицу могу ударить. Я говорю, ого, даже так? Типа, почему не ударяешь? Я не ударяю в то, что люблю. Если бы был человек, которого я не любил, я бы ударил. Но я всех люблю. Поэтому я бы никого не любил. Обожаю. Как-то получился влог про несколько дней нашей жизни. Потому что вот мы сейчас играем в шашки. В влог, когда мы ходим на какие-то практики. То есть большую часть времени мы проводим в ретритном центре. Да, но мы также показываем, что мы помимо этого делаем. Мы забыли вам еще рассказать про одну крутую фразу. Вот перед сном вспомнили. Потому что сами ее применили. Это перед тем, как проникать в женщину. Спросить у нее вообще разрешение. Готова ли она впустить мужчину внутрь? Да. То есть прям задать вопрос. Могу ли я войти? И после того, как женщина ответит. Важно женщине ответить честно. Да. Если она не готова, то она говорит нет. Вот, например, мы когда ее не массаж я делал Алисе, она сказала нет. Да, я сказала, что не готова. Мужчина в этот момент не берет на свой счет этот отказ. Не обижается там ничего, что-то. Потому что женщина просто не готова. Если она не готова, значит нужно еще уделить внимание расслаблению ее, помассировать мышцы какие-то расслабить, чтобы она не зажималась, чтобы она была полностью поглощена процессом и ее ничего не отвлекало. В этом состоянии ощущения совсем другие от процесса. Сейчас я пробовала прям расслаблять, и это вообще по-другому. Другое дыхание, другое ощущение. Андрей сказал, что ему даже больше понравилось. Да, так прикольно. У нас третий день нашего парного ретрита. Идем. Сегодня у нас будет линго-массаж. Это, я так понимаю, с моим причиндалом Алиса будет что-то делать. Но, как мы говорили вчера, у Алисы сегодня урок. Она ведет урок, поэтому она не сможет мне полноценно это сделать. Но она посмотрит теорию и демо-версию от наших наставников. Они нам все это покажут, как делать. Потом Алиса со мной это сделает уже наедине. Более интимная домашняя установка. Да. Мне пришла мысль поделиться с людьми нашими чувствами и ощущениями за вот эти прошедшие два дня тантрического ретрита. Что вообще изменилось между нами, что мы чувствуем, какие вообще трансформации случились. Честно говоря, я в шоке, как за два дня у меня все внутри перевернулось. Мышление, мнение на многие ситуации. И я как будто бы обрел себя за эти два дня. Вот не совру, реально обрел себя. Потому что когда я шел на этот ретрит, у меня была внутренняя потерянность, неопределенность. Сейчас же у меня гораздо больше ясности внутри. И мне кажется, это связано с тем, что все эти два дня я практически не захожу в телефон. То есть вообще не смотрю блогеров, ничего не смотрю. Максимум полчаса мы тратим, чтобы по работе по основным моментам ответить и все. И появляется внутренняя прям легкость. В обычные свои дни я постоянно зависал в каких-то информационных каналах, в каких-то информационных водоворотах, блин. И я не мог просто сконцентрироваться на себе и на своих внутренних ощущениях, куда меня вообще тянет, какие у меня внутренние желания, ощущения и что я вообще хочу делать. И вот буквально вчера я окончательно определился с тем, что я хочу вообще делать. И у меня прям энергия пошла. И энергия пошла. И хочется жить, хочется кайфовать, наслаждаться, продолжать и делать. По Андрею тоже заметила, не только в паре происходят изменения, но и в самом себе, то есть внутри себя. У меня больше энергнозменений в плане отношений, потому что я в очередной раз поняла, как я люблю Андрея, как я хочу с ним строить свою жизнь, как я благодарна ему. То, что у нас сексуальная жизнь лучше стала, мы стали лучше чувствовать друг друга, у нас отношения стали теплее. Такие тоже происходят изменения, какой-то вот этот переход на новый уровень. Я вижу, как Андрей меняется, как я меняюсь. И мы уже такие новые, как будто вот реально, я не знаю, какая-то ассоциация, как будто вот эта скорлупа, знаешь, как будто вылупливается птенчик, и вот эта скорлупа отваливается. Я прям очень рада, что мы пошли. А ты? Я тоже очень рада. Я после этого ретрита еще ухожу на мужской ретрит. Да. Я сейчас буду с ретрита на ретрит, мощные внутренние прокачки, трансформации. Я вижу результаты мощные, реально, это очень сильно помогает. Особенно, когда тебя ведут наставники, опытные, знающие люди, которые уже прошли огромное количество всего, и знают просто, как с этим работать, и готовы делиться этим с другим. Да, вот, например, Сатьярти, он сказал вчера, что он 15 лет уже профессионально делает массажи. И 7 лет йони массаж уже он профессионально делает. Ну и когда ты понимаешь, насколько опытный человек, ты прям все впитываешь, видишь вообще, как это все происходит. Это очень круто. Когда-то и у нас был такой опыт, да? Да. Большой. О, мне все руки отсохли, телефона таскать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дому praising самый активный директор Да. Кто хочет знать про тантрический секс? Субтитры сделал DimaTorzok Что такое мистико-тантрика? Что такое мистико-тантрика? Так что тантрика-тантрика-тантрика нужна много подготовки. Для него нужна подготовка. Самое важное – медитация в вашей ежедневной жизни. Потому что до тех пор, пока у вас нет этого искусства, качества обозревать, наблюдать, вы не сможете наслаждаться тантрическим сексом. Я даю несколько раз парам тантрический секс, и они говорят, что это скучно. Почему это скучно? Потому что это очень медленно. Большинство из вас действительно хотят делать очень быстро. Тогда в этой скорости очень легко упустить присутствие, глубину, заботу, внимание. Я вспомнил, что много раз я говорю людям – обозревайте. И они говорят, что обозревать. Обозревать что? Вы закрыли глаза, и если хотя бы чуть-чуть это качество обозревать, вы увидите, что огромное количество мыслей про прошлое или планы на будущее, что я буду с детьми делать, а что я после, как бизнес построю. И огромное количество мыслей сразу же приходит к вам. Это было постоянно, просто вы даже не были способны распознать эти мысли. Когда вы наконец-то закрыли глаза, вы увидели, что какое у вас там постоянно носится сколько мыслей. Теперь скажите мне, если у меня постоянно это огромное количество мыслей в голове, когда я занимаюсь занятием любовью, сексом, это все еще значит, что у меня огромное количество мыслей также во время этого процесса. Почему также секс может являться зависимостью? Потому что во время самого оргазма, когда случается оргазм, на эту одну минутку, это полная остановка. там нет мыслей. И поэтому вот это глубинное удовлетворение, наслаждение, какая такая магия, когда абсолютно ни одной мысли нет. Это такой маленький проблеск этого просветления, самаде. И поэтому мы всегда хотим проживать это снова и снова и снова. И поэтому мы снова и снова хотим проживать этот опыт снова и снова. Но мы никогда не чувствуем это глубинное удовлетворение. Потому что мы проживали это лишь как проблеск на какую-то миллисекунду. И поэтому, когда вы хотите проживать такой высокий опыт, конечно, это потребуется подготовки. Нужна подготовка тела, нужно некоторую такую чистку сделать. Очень важно постоянно ласкать, прикасаться друг к другу. В течение всего дня постоянно. Постоянно прикасайтесь в течение дня друг к другу. Это поможет вам сбалансировать вот эту нервную, ментальную активность и с возвращением в тело. Вопрос такой, в чем же такая основная глубинная разница между тантрическим сексом и обычным сексом? Намерение. Обычный секс – это часто мы просто хотим возродиться удовольствием. Удовольствием. Но нет никакого намерения, чтобы идти и светить вместе. Нет никакого намерения, чтобы идти выше вместе. Какая разница между физическим упражнением и медитацией? Какая разница между физическим упражнением и медитацией? Когда мы идем в медитацию, мы спрашиваем это разрешение. Мы приносим все внимание в сердце. Мы чувствуем эту молитву к жизни, к существованию. Я вкладываю все свое внимание, присутствие, любовь и доверие к существованию, пожалуйста, позаботься обо мне. Эта маленькая молитва делает весь процесс медитативным. То же самое в сексе. Если вы не вложите в секс то самое намерение и внимание, это просто высвобождение сексуальной энергии. Физическая эякуляция и клитеральный оргазм. Это нормальный секс, который просто высвобождает экстракт энергии и удастся хорошим утром. Потому что там просто получается такое вот это возбуждение, напряжение растет, растет и вы высвобождаете эту энергию, потом заснули после этой разрядки. Тантрический секс. Фокус не фокусируется на том, чтобы слить энергию, высвободить энергию. Фокус не фокус не просто заснуйте, как быстро возможно. Там нет фокуса быстрее закончить и заснуть после этого. Фокус на том, чтобы наслаждаться самим процессом так долго, насколько это возможно. У Алисы очень сильно болит живот. Не очень сильно, просто болит. Не очень сильно, но болит. Ощущение, что реально переваривается вся информация прям там. Так забавно Алиса не может описать очень часто боль. Как у нее болит, она не может описать. So today in the break I give you another exercise. Сегодня в перерыв вам дам еще одно домашнее задание упражнение. That will help you to come more and more, more intimate in the love. Чтобы это помогло вам еще больше и больше сблизиться, пойти эту интимность друг с другом, любовь. Упражнение очень простое. Мужчине нужно какой-то сюрприз сделать для женщин. Женщина всегда очень любит сюрпризы. Очень часто мужчины так заняты в своей работе, но иногда забывают дать столько внимания союзу, женщине, партнеру. Так что сегодня после латча, мужчины, будьте креативными. Найдите свой уникальный способ. That was surprise I can give her. То есть как вы можете ее удивить или какой сюрприз вы можете ей подгадать. Сейчас нам давали интересные практики на отпускание зажимов из тела. По сути она тоже очень простая. Просто нам включали музыку энергичную. Нам нужно было с закрытыми глазами совершать абсолютно любые движения всеми частями тела. Абсолютно всеми. И поначалу кажется, что это глупо, это бестолковая затея какая-то. Ты чувствуешь себя неловко, блин, типа дергаться будешь. Зачем это можно? Бред какой-то. У меня не было неловкости. Ну я чувствовал поначалу неловкость. И потом со временем это уходит само по себе. И ты начинаешь просто двигаться в такт музыки. И начинаешь даже получать удовольствие от того, что так двигаешься. После того как отпустишь вот эти вот зажимы, сделаешь упражнения. Нам сказали резвиться там, прыгать как дети. По всему помещению, контактировать друг с другом. И этот момент тоже кажется неловким. Как я буду себя глупо вести перед другими людьми. Как ты с ними контактировать, что они подумают, что скажут. Но потом со временем опять же привыкаешь и тебе становится комфортно. И после того, как мы вот так вот побегали, попрыгали. Мы танцевали сами с собой. Тоже с закрытыми глазами под музыку. Мы еще смеялись. А, мы смеялись. Очень долго, кстати, смеялись. Прям очень долго. У меня аж все вот тут мышцы устали. И уже просто не было сил смеяться. И после того, как мы смеялись, танцевали с собой. Я начал понимать, что я очень классно начинаю чувствовать свое тело и музыку. И после этого мы начали танцевать с партнером. Мы тоже отдых танцевали под разные треки. Тоже нам разные давали упражнения. Разные задания, что нужно делать. Как смотреть в глаза друг к другу. Прыгать друг перед другом и так далее. Классные практики. И сейчас дали задание. Делать сюрприз своим женщинам. То есть подготовить какой-то сюрприз своей женщине и удивить ее. Креативной, необычной, чтобы она удивилась. А женщине просто принимать, наслаждаться, благодарить. Не ожидать, не думать, что вот он мне мало подарил. Или вот это. А наоборот с благодарностью, с любовью это все принимать. Еще у меня разболелся очень сильно живот. Либо это из-за того, что я утром фрукты съела. Либо просто какие-то процессы происходят. Но прям мне реально болит. Это очень сильно отвлекало меня. И прям сложно, конечно, когда в теле что-то происходит со здоровьем. Прям сложно переключить внимание. Но я старалась. И я еще очень сильно устала. Алиска провела только что офигенный эфир. Я стоял здесь под дверью, подслушал. Да? Да. Очень мощная медитация в конце была. Прям люди плакали. А это я, кстати, ей подарил цветочки только что. Да, он мне подарил цветочки. А я почему-то так и чувствовала, что это вот цветочки. Не знаю, почему. А, то есть я не удивил тебя, да? Нет, ты удивил, какие это цветочки. Потому что это было неожиданно. Прям интересная зажигалка положила. Тоже красную. Сегодня такой красный цвет. Очень здорово. И еще вот. Надо пить. Спасибо. Ты такая красивая у меня. Прям вообще смотрю ей. У меня такое вдохновение. Я так люблю с людьми всем делиться. Поняла, что я очень люблю на YouTube снимать. Stories снимать. Делиться информацией. Энергией. Практиками энергии. Да, потому что энергия мощная. У меня в конце прям руки горели. Прям все тело. У меня жар такой по телу. То есть прям столько энергии. Кстати, Арти сегодня дал нам задание. Точнее, наверное, Андрею. Каждые три дня массировать йони. Йони это там? Да. Это для того, чтобы как раз таки все блоки убирать. Потому что сейчас все равно идет закрытость. И все равно нет, оказывается, у меня нет такого мощного оргазма, который может быть. Он вообще сказал 1% от того, что можно испытать. Да, мне кажется, все-таки не 1%. Мне кажется, я нормальный оргазм испытываю. Просто возможно. Ну, надо попробовать по-новому и сравнить. Да, и сравнить. Тогда уже скажешь. Итак, у нас четвертый день нашего тантрического ретрита. И он финальный, последний. Прошлый день Алиса немного пропустила ее тоже, потому что у нее был эфир. Вебинар. Вебинар. Ну, а четвертый день мы будем целиком и полностью. И он начинается сейчас с того, что нужно будет делать сразу массаж. Линвый массаж мне. А Алиса не знает, как его делать. Потому что она вчера не была и не посмотрела демо. И не знает инструкции эти веревченики. Я попросила кого-нибудь показать мне демо в демо. Супер ускоренный вариант. Чтобы я хоть как-нибудь попробовала и интуитивно хотя бы не сделала. Да. Ладно, посмотрим, что получится. Будем наблюдать, как девушки своим парням делаются. И она будет повторять. Так, а сейчас мы завтракаем. Это кашка. Ой, выглядит мне, конечно, не очень. Мне нравится. Она с корицей. Это вообще супер. Приятного аппетита. Спасибо тебе тоже. Спасибо. Вот этот фрукт на Бали называется салак. И он супер вкусный. В России его нет. И все просят его привезти. Очень вкусный. Крутой. А Алиса уезжает через десять дней. В Москву. Да, и мы будем с ней на расстоянии. Что ты думаешь по этому поводу? Не первый раз уже. Нормально? Ну, конечно, это будет непросто. Но, мы справимся. Ха-ха-ха-ха-ха Субтитры создавал DimaTorzok Мы все умрем в один день Это очень хорошо, чтобы сохранить смерти, как далеко, как возможно Или 90% людей Сто и ста процентов Это значит, что наше финальное назначение это смерть Почему мы себя обманываем? Ну ясное понимание должно быть, что бы вы ни делали, какое бы вы решение не принимали, куда бы вы ни двигались Вы все равно двигаетесь лишь в одном направлении, это к смерти Поскольку бы вы важны и значимы не были в этой жизни, вы не можете смерти сказать Я очень важна, не забирай меня Мне нужно еще поспорить с моим мужчиной, с моей женщиной, сказать, что я точно прав Почему я все это говорю? Почему я все это говорю? Чтобы вы сломали эту идею и представление, что я здесь навсегда И что у вас есть это свобода и у вас это есть время выбирать ненависть, спор, гнев, неприятие, осуждение или ожидание Я хочу вам честно сказать, никто не знает, сколько у вас времени, когда ваш последний день Какое самое великое учение дал Будда? Ваше время ограничено Выбирайте мудро, что вы хотите проживать Мудро выбирайте ваши мысли Ваши мысли становятся вашими эмоциями Ваши эмоции совершают действия Поэтому, если вы чувствуете, что ваш партнер что-то сделал не так Тогда это приносит огромные волны эмоций И тогда вы скажете, не трогай меня Потому что эмоции начинают материализоваться в действиях, в реакциях Но если вы способны увидеть, что все, что происходит внутри вас, это из-за вашего чувства небезопасности Ревности, страхов, гнева И партнер просто катализатор, который все поднимает на поверхность Когда вы не позволяете своему партнеру прикоснуться к вам, это значит, вы думаете, что я прав Тогда мы возвращаемся к тому же, к чему начинали Что я самый просветленный человек, я уже прав, все со мной нормально, а это вот с ним все не так Но если я способен увидеть, что все ошибки, это мои ошибки Это ранит очень больно Слезы могут подняться Мы всегда хотим видеть себя идеальными, божественными, просветленными Но реальность в том, что у нас очень много темного, мы такие демоны Нам действительно нужно поработать, чтобы достичь этого божественного Мы вначале, когда друг друга не знаем, мы стараемся себя лучше показать, проявить Больше думаем, что мы скажем, более осознанно подходим к своему партнеру Действительно больше забота А потом, когда мы чувствуем, что этот партнер мой, моя мой Мы уже как бы особо не вкладываемся в это Уже можно быть самым дьяволом Поэтому партнер это ваш подарок, дар Это любовь, которая у вас есть, это также дар Если я выбираю свой рост и свой рост в отношениях, в союзе Если я не выбираю это эго Это помогает в первую очередь мне Я делаю это для себя, для моего роста и расширения Это помогает мне двигаться выше в моей жизни, к моему пробуждению, к моему высшему потенциалу А путешествие партнера это путешествие партнера Мне не нужно фокусироваться на том, почему Какое он путешествие выбирает, какое она выбирает путешествие Это и их путешествие Никогда не фокусируйтесь на других Ваш партнер просто зеркало Если ваш партнер не способен выбрать любовь, это значит, вы можете видеть, что вы также не способны выбрать любовь Если вы видите в отражении эго, это значит, что ваше также эго там присутствует Вышли мы с линго-массажа А вон еще сколько цветочков У меня сегодня очень сильно болит поясница Я не могу ни согнуться, ни разогнуться Тяжело было даже танцевать Не знаю, с чем это связано, может продуло, может еще что-то Поясница болела, это понятно, массаж Массаж прикольный, но мне было холодно Да, я чувствовала и на счете накрывать Да, мне было холодно Потом масла, кстати, было недостаточно Да Такое ощущение, что сухими ладонями водила Видишь, у тебя тоже самое, кстати Да Ну, хочется больше масла Ну, в целом прикольный массаж, мне понравилось Просто я еще чувствовал, что ты напряжена То есть ты это делаешь, у тебя прям напряжение чувствуется в руках Ну, аж дрожь такая Ну да, потому что мне тяжело У меня руки начинают трясти И тело трястись И чтобы делать этот массаж идеально Ну, как бы вообще классно, чтобы было кайфово двоим Нужно много практиковаться Как и девушке тренироваться делать этот массаж Так и мужчине тоже Чтобы оба были расслаблены Да, поэтому просто нужна практика регулярная Постоянно это делать Алиса спросила у меня сейчас, как мое настроение Я говорю, супер приподнятое Прям очень хорошее настроение Внутри такое вдохновление, вдохновление Такое прям радость, комфорт, счастье, улыбочка Прям изнутри лезет Ага Чувствую себя прекрасно, скажи Да Как думаешь, почему утром? То, что любви очень много Да? Выросло это чувство внутри меня за эти четыре дня Да Гораздо сильнее ценю все, что происходит Да Начал отслеживать весь свой эгоизм Который испытываю в течение дня, в принципе Вообще, людям, к Алисе И понял, что я... Охренеть, какой я эгоист, конечно Я очень эгоистичный человек Прям максимально Я начал отслеживать, почему мне иногда портится настроение Я понимаю, что оно иногда портится Потому что для меня делают не так, как я хочу Если с другой стороны посмотреть То человек же делает как лучше, как он это видит Для меня делает только наилучшим образом Но он так это видит А я хочу по-другому Я начинаю злиться А я могу просто на эту ситуацию по-другому посмотреть Что человек любит меня И хочет сделать так, как он любит Вот и все Да Все любят праздник Да, и надо просто отслеживать эти моменты И тогда, когда отслеживаешь такой момент Начинаешь чувствовать внутреннюю любовь И благодарность человеку за то, что он вообще для тебя что-то делает Сидим мы в кафешке Андрей говорит, смотри, какой паук Ё-моё Но он огромный реально Послушаю, как ваш опыт Это очень интенсивная программа Кто-то из вас выжил, кто-то нет Одна красивая пара покинула процесс утром Для них слишком много интимности, массажа и не совсем комфортно Если вы хотя бы уже один год выжили вместе Если вы один год вместе выживете То есть, по крайней мере, есть намерение, что вы хотите быть вместе Если там даже этого намерения нет, вы даже один год не продержитесь Мы уже привыкли к историям на 15 секунд Если наше внимание настолько работает, то, конечно же, отношения, которые больше 15 секунд Для меня это был какой-то новый уровень Я не знаю, выход из зоны комфорта Новое познание себя Такое в большую глубину Я прям ощущала, как у меня сексуальная энергия пробуждается Я прям всё это дарю ему Всю любовь, всю сексуальность Я понимаю, что нужно чаще практиковать Потому что мне недостаточно сил для того, что я хочу делать То есть, у меня начинают трустись ноги, руки Мы хотели заняться сексом Рядом с какой-то парой Либо с друзьями Либо вообще с кем угодно В общем, мечта существовала Причём мы только сегодня это осознали Почувствовал, что я стал гораздо ближе к себе Благодаря вот этим вот танцам на раскрепощение Потому что сам по себе я такой больше закрытый человек И раньше я не мог делать вот что-то такое необычное Просто двигаться как угодно А тут мне было это настолько легко делать Первые моменты сложно всё равно Думаешь, а как там вдруг кто-то посмотрит Кто-то увидит И я так как дурачок двигаюсь А потом ещё становится всё равно Я почувствовал своё тело впервые Я реально получил удовольствие от того, что я танцую сам с собой И мне было кайфово Поэтому этот ретрит мало того, что он нас вместе сплотил очень сильно Так я ещё и стал к себе ближе гораздо Мы с Алисой выходим на какой-то совершенно новый уровень Прям не так, как раньше Очень много любви сейчас Очень много глубины И вот этой вот глубинной связи внутренней Мы увидели эту новую глубину Она нам раскрылась И теперь мы пойдём ещё глубже Я думаю, там ещё нам откроется целая Вселенная Мы вместе всего три года, три месяца А впереди у нас ещё десятки и десятки лет Я здесь лидирую, поэтому я беру её за руки Мы смотрим друг в другу в глаза И спрашиваем нашего партнёра Моя возлюбленная королева Могу ли я лидировать тебя на пути секса? Пожалуйста, позволь мне лидировать тебя на пути секса И тогда женщина спросит Мой возлюбленный мужчина Позволь мне, пожалуйста, лидировать на пути любви Могу ли я вести тебя в пути любви? Позвольте одну руку на сердце, другое на йоне или одну руку на сердце, другое на лингом Просто начните лёгкое дыхание, вдохи и выдохи делать Аааааааааааааааа И когда вы слышите музыку, начните делать это круговое движение между сердцем и сексуальным центром. Женщина выдыхает через ионии и выдыхает через сердце. Мужчина выдыхает из лингама и выдыхает через сердце. Сейчас сядьте медленно друг напротив друга, чтобы глаза могли смотреть друг к другу, комментами касались. Откройте глаза, посмотрите в глаза друг к другу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дождь и веселый Вот и подошел к концу наш тантрический ретрит. Четвертый день сегодня был финальный. Вот мы уже собрали все сумки и возвращаемся обратно домой. Ощущение прям необычное внутри. Я такого давно не испытывал. Очень много получил инсайтов. Очень много про себя чего понял. Если приводить пример, то я понял, что я неплохо чувствую свое тело. Даже люблю танцевать сам собой и умею двигаться под музыку. Я начал больше себя чувствовать и соответственно больше чувствовать Алису. Самое крутое, что было вообще в принципе на этом ретрите и что мне дало самую основную пользу, это нахождение без телефонов. Потому что весь ретрит я в телефон практически не заходил вообще. И на самом деле это очень сильно прям освобождает. Ты понимаешь внутри, что ты хочешь от себя, куда тебя тянет. Нет вот этой вот информационной какой-то пелены, которая мешает тебе ясно видеть, чем ты вообще хочешь заниматься. Я благодарен этому ретриту Сатьярте и Сатье за то, что вообще все это проводят, все это организовывают. Потому что это реально меняет жизни, меняет людей в лучшую сторону. У меня тоже очень много инсайтов, заряд энергии, очень много открытий про себя. Я почувствовала, что наши отношения стали глубже, крепче. У меня больше благодарности к Андрею, больше любви, больше теплоты. И в конце, когда мы делились тем, как для нас пошел этот ретрит, две пары, представьте, ушли из девяти, и одна пара решили расстаться. Но они неделю встречались. Ну да, но все равно сам факт, то что они все доходят до конца, и это супер глубокий процесс, реально очень глубокий. Это, знаете, не просто там, ну не знаю, там к психологу сходить на одну сессию. Это четыре дня глубокой, глубочайшей работы над собой, над отношениями. Мы оставим ссылки в описании на Сатьярте с Сатьей, на Инстаграм. Если вдруг вы захотите быть на Бали, там со своим партнером пойти на этот ретрит, или вы захотите онлайн пройти курс, то знайте, что это супер глубоко. К этому нужно быть готовыми. И они даже говорят, что лучше идти, когда вы от года вместе. Потому что до этого, ну если вы не готовы, если вы не занимаетесь духовностью, медитацией, тантра невозможна. Тантра вообще сама по себе это сложная практика, потому что основа тантры это медленно все делать. Медленные движения, плавные прикосновения. А мир наш сейчас очень быстрый, люди стараются все быстро схавать, всю информацию получить быстро, все торопятся, гонятся куда-то. И поэтому люди не способны воспринимать тантру. Тантрический секс длится от шести часов. От шести часов. И мы вот делали одну медитацию на протяжении часа, и люди спрашивали, а может есть упрощенный вариант, покороче? Может, побыстрее как-то, да. И Татьярти сказал, вот вы представьте себе, вы хотите один час медитации укоротить еще сильнее, а прикиньте, шесть часов тантрического секса. Вы его не укоротите, это так и происходит. Тантра это медленный процесс. Это очень глубоко, это очень трансформационно, поэтому к этому нужно быть готовыми. И поэтому, если вы готовы, реально хотите пойти в этот опыт вместе с партнером, то приходите. Они тут на Бали проводят, и думаю, что мы еще потом придем, может вернемся на Бали. Да, если вы на Бали или планируете сюда прилетать, то 100% вам нужно сюда идти. Прямо приходите, да. Или смотрите онлайн, если вы понимаете, что никогда на Бали не прилетите. Ну все, мы прощаемся. Да, вот заканчивается наш день. Целуем вас. Да, подписывайтесь на наш канал, смотрите за нами, за нашим развитием, наших отношений. Всем пока! Всем любви!